Уважаемые депутаты, президент в ходе большой пресс-конференции особо подчеркнул, что рад, что в Думе фракции исходят из позиций российского государственного патриотизма. Вчера выступило на госсовете 18 человек, все четверо руководителей фракции и только руководителей фракций президент подробно комментировал, по сути дела поддержал все интересные предложения. Я благодарен, что он согласился следующий госсовет провести по теме, связанной с народонаселением, потому что страна в этом году потеряла почти 400 тысяч человек, а с 1991 года только русские потеряли 20 миллионов человек. Он прекрасно понимает, что если исчезает государство, образующий народ, что-то не в порядке в нашем царстве и надо принимать экстренные меры. Мы считаем, что само обсуждение вчера национальных проектов и стратегий было весьма знаковым. Почему? Потому что два с половиной года назад в майских указах президент в первом разделе особо выделил, что главные темы – это человеческий капитал, и главный курс должен быть сделан на усиление, улучшение образования, здравоохранения, демографии и науки. Я считаю, что это абсолютно правильный курс, и тогда он поставил задачу, чтобы страна вошла в пятерку, одолела проблему, связанную с вымиранием, все сделала, чтобы преодолеть бедность и освоить новейшие технологии. Но мы знаем, что все 10 лет наша экономика развивается с темпами или 1%, или меньше, и надо немедленно прибавлять. Я вчера был доволен, что первые руководители, которые выступали, все заявили, надо выходить на темпы не ниже 3% и максимально использовать ресурсы для реализации главных целей. Вместе с тем хотел бы напомнить, что есть особенность развития любого государства. Слабые правители, как правило, мстят или интригуют. Сильные, по сути дела, прощают или побеждают. И только умные и сильные не только побеждают, но предлагают образ развития и будущего. Вчера, выступая на госсовете, я сказал, если бы вы поддержали ту программу, которую мы утвердили на Орловском экономическом форуме, где докладом выступал академик Кашин, где было предложено к ней 12 законов бюджета развития в 33 триллиона, уникальный опыт народных предприятий, наш закон образования для всех, над которым работали, Жаре Салферова, Иван Мельников, Олег Смолин, Тамара Плетнева, мы бы сейчас уже не думали о том, что из себя представляет стратегия. А если бы вы поддержали, как поддержал президент, наши народные коллективные предприятия, они в этом году закончили с блестящими результатами, не взяв ни копейки, мы бы сейчас не думали, почему растут цены и почему правительство не справляется с их регулированием. Я еще раз обращаюсь к вам, у вас все эти предложения лежат в портфелях и в комитетах, давайте Новый год начнем с того, что рассмотрим то, что болит у каждого. Я вчера заявил президенту, если мы в Новом году не примем и не поддержим детей войны, а их 11 миллионов осталось, а у них пенсии в деревне 7-9, в городе 12-14 тысяч, это нищета и голод, тогда о чем мы говорим, о каком гуманизме, если мы не поддержим детей, которые сегодня остались без родителей или которых выгнали из школы, то завтра что мы получим в нашей державе? Вчера поддержал президента по Артеку и Сириусу и сказал, если в каждом регионе будет свой Артек и Сириус, будет совсем другая картина. И удивился, почему не показали, как наш конвой 90-й отправился на Донбасс, 120 тысяч подарков и только одних 30 тысяч от коломейцев из Ростовской области. Все губернаторы закивали и сказали, мы вас поддержим, они решат эту проблему на местах. Но больше всего меня поразило, что уникальный опыт народных коллективных предприятий, который просится к каждому из вас, остается в туне. Я не понимаю, не веровал, почему он не хочет своей партии и фракции поддержать это уникальное явление. Президент дал прямое поручение правительству. Правительство провело интернет-конференцию. Все были руководители, главы и министры. Выступили там три лучших руководителя в стране, Грудинин, Казанков и Сумароков. Показали фильм на 15 минут. Умолял и Первый канал, и Второй, и Россия 24. Вы по 2-3 часа дни и те же болтуны сидите, но покажите счастливых и умных людей. В том же совхозе Ленина средняя зарплата 100 тысяч. Ввели лучшие объекты для детей. Первый класс прошло 9 класса комплекта. Я не вижу саблина, но я прошу его убрать своих бандитов оттуда. Вместо того, чтобы помочь этому хозяйству, Дом культуры, который ходило 30 кружков, завел своих уголовников и неделю не можем выгнать. Официально вам заявляю, выгоним мы их. Мы вместе с Коломейцев, когда хозяйство Казанкова захватили бандитов во главе своим, своим губернатором. Ну он там своих привел 50 человек, мы привели 2000 и выгнали их оттуда. Губернатор сейчас сидит. Ну почему мы не слышим друг друга, когда вопрос казался бы совершенно очевидным. Тогда бы если разорвали это хозяйство, ничего бы не было. В этом году оно произвело на 20 миллиардов рублей. Оно не поднимало цены. Это хозяйство показало пример, как можно работать в уникальных условиях. И полная социалка. Давайте учиться друг у друга и поддерживать. Кашин заложил лучшие сады. 600 гектаров садов, та же шайка, что уничтожила 14 хозяйств в Ленинском районе и осаждает совхоз Ленина. Та же шайка ходит вокруг этих садов, закапав 600 судов по 600 гектаров садов по решению абсолютно незаконного суда. Прокуратура против, эти против, все против. Я писал письмо, президент дал поручение правительству за ним. Никак не выгоним эту шайку. Уже начали вырубать уникальные реликтовые сады. Мы недавно еле отбили Академию Тимирязева в такой образ. Но мы здесь собираемся для того, чтобы помогать и поддерживать друг друга. Я с обеспокоенностью говорю по той причине, что вроде нас назвали патриотами. Но патриоты-то думают о людях, о судьбе страны, и как выбираться из кризиса. В этой связи прямо вам заявляю. У нас с вами есть все для того, чтобы выбраться из кризиса. У нас 600 триллионов, 60 триллионов лежит саначки. Мы можем удвоить, утроить и образование, и в целом социалку, и культуру, и науку. У нас есть деньги. Давайте решим эту проблему. Давайте сплотимся. Я хотел бы обратиться к председателю Думы. Вчера я об этом коротко сказал, но сегодня вам заявляю официально, и как политик, и как ученый. Пять мин, которые заложены под нашу государственность, тикают и продолжают быть наиболее опасными. Сейчас пришел не просто Байден. Пришла группа глобалистов невиданной агрессивности, талантливых провокаторов и исключительно жестких врагов нашей державы. Вчера президент отреагировал, но мы сейчас столкнемся с такими вещами, которых раньше мы не знали. Это требует особой сплоченности и абсолютно прогрессивной современной программы. Какие мины? Зачем нужна Мишустину новая приватизация, транснефти, Росгидра, СОКОМ флота, Массандры и мупов и гупов? Это то, что подрывает авторитет этого правительства. Я вчера отметил, что это правительство стало более рациональным, более отзывчивым и более эффективным. Зачем это нужно? Как можно приватизировать мупы и гупы, когда вы становитесь насмотрщиком в своем городе? У нас Локоть ничего не приватизировал, но у него метро рентабельно, у него вода лучшая, потому что водоканал ему подчиняется. Как можно отдавать частные руки, и ты завтра ничем не руководишь, и ты не в состоянии решать ни одной проблемы, тем более в условиях кризиса. Или Массандра, она не продается, как Большой театр Третьяковской галереи или Эрмитаж. Это национальное достояние. Фашисты не добрались до него. Второе, давайте немножко сейчас закончу. У нас раскол усиливается. У нас 104 миллиардера захватили денег, из них всего 5 человек столько, сколько весь наш бюджет, и не хотят налоги платить. Кто нам не дает принять разумные решения? У нас нищета сейчас охватила целые слои населения. Олимпинизация – это прямой путь фашистизации. Мы должны все сделать, чтобы остановить вымирание. Я взял 20 русских областей, в 3-4 раза темпы вымирания быстрее. Псковскую область расколотили, четверть населения потеряло. Я почти всю промышленность. Хуже, чем при фашистском нашествии. Износ оборудования. Посмотрите, что творится. И он нарастает. Завтра будут сплошные аварии. Если взять, посмотреть на элиту, Пятый Великий, элиту создал настоящую. 262 должности. На первом месте кто держал, защищал военные, потом статские, лишь потом придворные. У нас кругом придворные. На первом месте. И мы должны выборы провести полноценные, а не превращать в гражданскую холодную войну. Тогда нужна команда, программа, политическая воля, а не эта нарезка партии, которые сидят в администрации, стругают 15 партий, нарезали, кому не нужны. И зачем они нужны? Чтобы одувлячить граждан. У нас Новый год будет очень сложный. Мы готовы к конструктивной работе. Желаю вам ни пуха, ни коронавируса.